Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект общественной палаты района и Одинцовского телевидения. 1 июня в муниципалитете стартовал конкурс по благоустройству «Мой двор, моя гордость». Кто может принять в нем участие? Сколько уже заявок подано и каковы цели и задачи этого конкурса? Об этом мы сегодня поговорим с представителями комиссии по ЖКХ Елизаветы Рябых и Антоном Андреевым. Здравствуйте! Добрый вечер! Дорогие телезрители, вы также можете присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы гостям по телефону 8-495-508-86-84. Антон, наверное, первый вопрос задам вам. Каковы же цели и задачи конкурса? «Мой двор, моя гордость», правильно? Во-первых, организатором конкурса является Общественная палата Московской области, инициатором проведения этого конкурса. Конкурс состоит из двух этапов. Муниципальный этап, который проводит Общественная палата Одинцовского района, и региональный этап. Это уже победители нашего муниципального этапа. Будут поданы заявки на региональный этап. Цель – это поощрение, во-первых, выявление и поощрение активных граждан, жителей, муниципалитетов, которые благоустраивают дворы своими силами, участвуют в благоустройстве дворов. И, в общем-то, таких людей необходимо поощрять, потому что они действительно делают наши дворы красивее, наш город красивее, район. Уже подали многие заявки очень интересные. Елизавета, вы связаны с ЖКХ со всех сторон, и видите активность наших граждан. Вообще, насколько они готовы участвовать в благоустройстве своих дворов, или все-таки есть тенденция сваливать все на коммунальщиков? Это обязанность коммунальщиков, пусть они делают. Или все-таки инициатива есть? Нет, сейчас, ну, я вот так слежу за этим, где-то этой проблемой более 15 лет. И, конечно, сейчас все больше и больше клумб возле дворов, и возле подъездов, и по Одинцову идешь очень красиво. У нас в Ликино, ну, мы, у нас был возле дома 5, больше 20 лет, правда, полисадник, и участвовал в конкурсах, и все это было развитие. Ну, сейчас и возле других домов очень красивые также женщины. Даже вчера мы смотрели, даже мужчина у нас один посадил святые, а загородил за седьмым домом в деревне Ликино, тоже посадил святые, очень горд. Поэтому, конечно, люди участвуют, и, мне кажется, сейчас намного лучше стало и красивее в наших дворах. А если сделали сами, значит, наверное, и беречь будут. Ну да, конечно. Да, вот я хочу добавить, что это, на самом деле, очень полезное занятие, да, потому что вот у нас даже здесь в заявках некоторые жители писали, что двор стал как живой организм. Двор связывает людей, сейчас больше людей стали знать друг друга, то есть с 1 по 14 этаж практически все соседи знакомы, и если не знают там по имени друг друга, ну, по крайней мере, хотя бы здороваются. Все субботники, вот конкурсы по благоустройству дворов, когда люди собираются там на субботнике, вот, это действительно очень полезно, потому что, конечно, может сделать какие-то работы иммуниципалитет провести, какие-то работы управляющей компанией. Возможно, да, как вот многие говорят, что специалисты это сделают более качественно, уберут территорию, но здесь смысл, наверное, больше заключается в воспитании. То есть, опять же, если по опыту, если человек приходит ежегодно убирать мусор на субботниках, то навряд ли он когда-то бросит мусор мимо урны. То есть это вот по моим наблюдениям. Также очень полезно это для воспитания наших детей. Я вот, например, сам не раз участвовал в подобных акциях, там, сажаем деревья, благоустраиваем, тоже свой двор благоустраивали. Мы со своей дочерью вот проходим, вот, вот это дерево посадил мама с папой, она вот, ей интересно, то есть это твое дерево. Вот это тетя Таня с тетей Аней, вот это дядя Коля посадил. То есть мы даже в какой-то прошлый год мы делали бирки, когда семья сажает дерево и вешает бирку маркером, пишет свою фамилию. А потом их будет показывать своим детям. Да, это исторически важно, то есть это фотографии интересные. Мы эти фотографии тоже делаем, вот, например, в своем дворе выкладываем в сеть и получаются альбомы. Ну, к тому же коммунальщики действительно могут и клумбу сделать, и благоустройство провести, а вот познакомиться с соседями еще нужно суметь, и это, мне кажется, отличный повод. Кстати говоря, один из участников конкурса представлен в микрорайоне «Гусарская баллада». Туда отправилась съемочная группа нашего канала. Внимание на экран. В рамках проекта «Философия добрососедства» управляющая компания «Гусарская баллада» в апреле этого года провела экологический квест «Субботник». В нем участвовали пять детских учреждений, расположенных на территории микрорайона. Каждый коллектив подготовил свой эко-проект, который впоследствии представил публике. Центр поддержки материнства «Мамина помощь» реализовал проект игровой эко-площадки, открытие которой состоялось сегодня. В этом квесте участвовало очень много людей и организаций. Ну и, конечно же, нам было тоже интересно в этом себя проявить. И мы решили сделать детскую площадку, которая бы, наверное, радовала не только детей взрослых, как есть по всей УК, а именно маленьких, которым бы интересно было лазить по ней, что-то новое. Сотрудники центра придумали детский паровозик. Его изготовили из качественной натуральной древесины. Поэтому объект полностью безопасен для ребенка. Работа над проектом давалась довольно непросто. До тех пор, пока за дело не взялись активные папы. Управляющая компания «Гусарская баллада» оказала неоценимую поддержку с технической стороны. Управляющая компания «Гусарская баллада» и «Сумма технологий» в рамках нашего уникального проекта «Философия добрососедства» организовали детский экосубботник. Мы пригласили все детские дошкольные образовательные учреждения, которые находятся у нас в микрорайоне, и не только просто в районе нашем, поучаствовать в этом субботнике. И организация «Мамина помощь» предложили нам проект «Экоплощадка». Мы благодарны им за участие в этом мероприятии. По организации «Мамина помощь» очень много активных и талантливых мам. Эмма – кондитер. В этот праздничный день она преподнесла детям сладкий подарок. Испекла капкейки и предложила малышам их украсить. Также ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению игрушки-вертушки. Игрушку-вертушку мы делаем. Да? И что она из себя представляет? Ну, это такой кружочек, он на веревочке так вертится. Ну, тебе нравится? Интересно? Да. В микрорайоне «Гусарская баллада» появился еще один чудесный паровозик «Цветочный». Главным помощником создания оригинальной клумбы выступил Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Местные жители благодарят всех, причастных к реализации этой идеи. Теперь и во дворе порядок, и цветник радует жителей «Гусарской баллады». В прямом эфире ОТВ программа «Разберемся». Сегодня мы говорим о конкурсе по благоустройству, который называется «Мой двор, моя гордость» сейчас в Одинцовском районе. Идет его муниципальный этап, который проводит общественная палата Одинцовского района. Телефон 8495 508 86 84. Дозвонившись по нему, вы можете задать свои вопросы гостям в студии. Сегодня у нас Елизавета Рябых и Антон Андреев, представители комиссии по ЖКХ общественной палаты. Когда конкурс стартовал, сколько заявок уже подано на данный момент? Стартовал конкурс 1 июня, будет продолжаться до 5 августа включительно, так что еще есть время у всех желающих подать заявку. Сейчас на данный момент более 10 заявок, вот еще 2 мы ожидаем. Мы звонили уже люди, представители инициативных групп, консультировались и в ближайшие дни обещали подать еще 2 заявки. А что нужно сделать, чтобы подать заявку? Какие условия нужно соблюсти? Насколько это сложная процедура? Многие боятся иногда самой процедуры, как вот в нашей Подмосковье участвовать, говорят, это сложно, непросто. Здесь насколько система работает? Здесь в том-то смысл организации этого конкурса, потому что все-таки на премию нашей Подмосковья должны быть довольно-таки сильные проекты, и там нужно регистрироваться, защищать проект. Здесь проекты уже подать его попроще, можно подавать попроще проекты, которые будут оценены. Подать заявку можно в свободном виде, главное указать, отправить на почту письмо. Сейчас зачитаю почту. 1-двор собака.mail.ru электронным письмом отправить письмо и указать в письме двор, адрес двора, инициалы, фамилии, имя, отчество заявителя, контактные данные, приложить 5 фотографий к письму и краткое описание истории благоустройства. Заявителем должен быть один человек или это может быть группа лиц? Это может быть группа лиц. У нас вот подавали заявку ТСЖ, которые, ну, они, правда, подавали за одного человека, потому что она пожилого возраста. Вот, а так это либо ТСЖ, либо инициативная группа, либо один участник. Елизавета, как вы думаете, на самом деле многие занимаются благоустройством, это видно, и когда просто по городу идешь, почему заявки активно не подают? Что людям, людей останавливает, стесняются, боятся? Ну, наверное, кто-то не умеет очень хорошо пользоваться компьютером, так скажем, наверное, там надо отправить на почту, отправить туда же по почте фотографии в электронном виде, может быть, и это останавливает. Ну, может быть, что лето сейчас, раз такая, значит, не все дома, период отпусков, погода, то жарко у нас, то холодно, вот, не до этого. Ну, я думаю, что если мы будем это повторять, то от желающих будет больше. Время, тем более, еще есть, до 5 августа, может быть, не так много, но вполне возможно успеть подать заявку. Антон, а есть ли какие-то распространенные ошибки, которые люди допускают, подавая заявку? Я бы не сказал, что есть какие-то ошибки, у нас была одна заявка, где забыли указать номер телефона, но мы отправили в ответ письмо, сделали замечание, чтобы нам выслали контактные данные, вот, поправились. В принципе, у нас по протоколу, по положению конкурса от Общественной палаты Московской области написано, что должно быть 5 фотографий. Люди, конечно, высылают больше и 15, и 20 фотографий, то есть, что может вместить почта. Вот, я не сказал бы, что это ошибка, потому что мы сами можем рассмотреть, выбрать лучшие фотографии, потому что в конечном итоге победители которых, ну, дворы лучшие, дворы, которые мы отберем, мы будем подавать эти заявки на региональный этап конкурса. И мы хотели бы, конечно, представить наших жителей максимально хорошо, наши дворы максимально хорошо. Я надеюсь, мы это сделаем, и я надеюсь, в числе победителей регионального этапа конкурса мы увидим Одинцовские дворы и Одинцовских жителей. От одного человека может быть только одна заявка? В принципе, таких ограничений нет. Если он походил по городу и 5 дворов благоустроил. Он может подать несколько заявок. Почему? В разные номинации у нас есть вот одна заявка, подали сразу в три номинации. Но в этом случае мы, конечно, сами выберем более подходящую номинацию для них. А если он благоустроил несколько дворов, это похвально. А какой проект достоин, скажем так, участия в конкурсе? Это просто разбитые клумбы, это там лебеди из шин на газонах. Что должно быть, чтобы можно было заинтересоваться? Это любой проект. Тут, на самом деле, важна инициатива жителей. То есть, любой проект. Но у нас есть список номинаций. Елизавета, вот, зачитайте сейчас. Да, давайте, зачитаем. Работы оцениваются в следующих номинациях. В госяху сказки, если двор оформлен по мотивам сказок. Цветочная поляна, ну, это лучшая клумба. А чумелые ручки, это если благоустройство из подручных материалов. Ну, что-то придумали жители. И всем миром это коллективная работа жителей по благоустройству дворовой территории. Один за всех это благоустройство двора одним человеком. И будет у нас приз зрительских симпатий. Вот, собственно, это те номинации, которые представлены в конкурсе, а которые из них пользуются наибольшим спросом? Так, в которые активнее хотят участвовать? Это цветочная поляна. У нас специалисты по клумбам. Да, клумбы. И все-таки, да, больше благоустройства это связано с растениями. Ну, потому что малая архитектурная форма, это уже вложения какие-то. И не все у нас очумелые ручки, которые могут сделать какие-то скульптуры из подручных средств. Поэтому в основном, конечно, это цветы. А если анализировать поданные заявки, то кто в основном участвует? Это люди старшего поколения? Это женщины, мужчины? Может быть, и дети каким-то образом задействованы? Большой спектр возрастной. То есть у нас есть одна заявка, здесь инициативная группа. Они проводили субботники по благоустройству. Там возраст, ну, возраст это дети и взрослые люди. Вот. Но вот хочу отметить одну заявку, про которую я начал уже говорить. Ее подали у нас от ТСЖ, но подали они за Людмилу Егорьевну. Хочу отметить, что человек 1931 года рождения. То есть это 87 лет, получается, человеку. Вот прям хочу зачитать. Людмила Егорьевна превратила газон под своим балконом в цветущий сад. Растения подобраны так, что они радуют свой глаз круглый год. Зимой это пушистые шапки снега, на Новый год украшены гирляндами. И как только снег сходит, проживающих и прохожие любуются цветами, подснежниками. То есть двор там действительно в фотографии очень красивый. То есть очень достойная работа для человека такого возраста. Это очень замечательно просто. Я предлагаю познакомиться с работами конкурсантов. Сейчас мы увидим ровно половину поданных на участие в конкурсе проектов. Внимание на экран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программы «Разберемся». Сегодня мы говорим о конкурсе по благоустройству «Мой двор, моя гордость». Телефон на прямом эфире 8495 508 86 84. Сейчас мы посмотрели ряд работ. Может быть, как-то их прокомментируете? Это вот как раз работа в основном из одной номинации. Это... Цветочная поляна. Вот там наблюдали мы ручей, выложенный из камней. Вот. Они таким образом, жители, благоустроили источную трубу дождевую, то есть дождевой воды. Вот. В принципе, я говорю, работы все достойные. Видели мы вот субботник, про который ранее говорили. То есть там были и дети участвовали. Вот люди пишут. Причем, по-моему, вот это как раз заявка была, что после благоустройства двора, прохожие, когда проходят мимо, глаз радуется. Вот. Ну, инициативу подхватили и соседние дома. То есть один дом благоустроил свой двор, и соседний двор, посмотрев, как у них получилось, делают наподобие. То есть какое-то благоустройство, даже какие-то некие соревнования происходят, чей двор лучше. Вот. Вот как раз мы пытаемся заманить еще конкурентов, то есть еще дворы, которые благоустраивают рядом. То есть чтобы они тоже поучаствовали в конкурсе. И город, в общем-то, тоже становился красивее. Кстати говоря, кто больше участвует в конкурсе? Жители Одинцовы или Одинцовского района и поселений? Больше заявок из Одинцова у нас. В основном это Одинцова, есть заявки из поселений Успенское, Жаворонское, Большие Веземы и Кубинка. Одна заявка. Вот. А остальные все, да, Одинцовы. Остальные, наверное, пока не решаются и посмотрят, как пройдет первый конкурс и подтянутся. Одинцовы это и новые микрорайоны, вот как мы видели, и Гусарская баллада, и Трехгорка. А кто будет оценивать инициативу жителей? На данный момент создана рабочая группа, в нее вошли все члены комиссии по ЖКХ. Возглавил ее наш председатель комиссии Сергей Михайлович Ярш. Вот. И мы уже сейчас с понедельника начинаем работу, выезды по адресам. Вот. Уже назначена конкретная ответственность за каждую заявку. Вот. Будем выезжать на место, общаться с заявителями, делать, может быть, какие-то дополнительные фотографии. По результатам осмотра мы рабочей группой соберемся и своим решением выберем лучшие заявки, которые мы подадим на конкурс муниципальный. Елизавета, вы будете участвовать в осмотре? Да, конечно. На что будете обращать внимание? Вот как можно сравнить, какая клумба красивая? Они же красивые все. Ну, они красивые все, да. Нет, ну, там надо посмотреть. Я думаю, что нужно, чтобы двор был тоже весь красивый, ухоженный, чтобы там были нормальные детские площадки, деревья, чтобы урны и все прочее, чтобы все соответствовало. Если клумба, значит, должно быть и во дворе приятно, правильно? Пройтись. Значит, теряется просто. Да, да, поэтому я считаю, что надо смотреть в общем на весь двор. Но дворы разные, и дома разные, и пятиэтажные, как у нас в Ликино, и многоэтажные, как в Гусарской балладе. Есть старые дома, есть новые, поэтому, конечно, все по-разному, но вообще надо смотреть, я думаю, в целом. А оригинальность задумки будет как-то оцениваться? Да, естественно, будет оцениваться оригинальность, но мы будем сводить это как-то все же к номинациям. То есть вот у нас про номинацию «Сказка» наверное одна только заявка попадает. Давайте про эту номинацию поподробнее расскажем, она звучит очень красиво. Что должно быть представлено в этой номинации? Там вот, как Елизавета зачитала уже, должны быть какие-то малые архитектурные формы, наверное, по мотивам сказок. На данный момент у нас под эту номинацию может попасть только вот сюжет, который мы видели в «Гусарской балладе». Да, это «Паровозик». Все остальные номинации в данный момент, это у нас, я уже сказал, это либо «Чумелые ручки», либо «Один за всех», либо «Цветочный клуб». А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, 8495-508-86-84, телефон, по которому до нас дозвонил с телезритель. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Нина Ивановна. Очень приятно, Нина Ивановна, задавайте ваш вопрос. Я хочу задать вопрос. Мы живем на улице Говорова, 85. Перед нами очень красивый цветник сделали. Но дело в том, что здесь устроили стоянку автомашин. Большие грузовые машины ставят, ну и легковые, бог с ними. Ходят по этому цветнику, выгуливают собак. Мы писали на Доброделы, чтобы нам поставили заборчик. Никакого заборчика, никакой реакции. Помогите, пожалуйста. Нельзя так портить то, что сделали люди. Поломали несколько деревьев. Были высажены деревья, все сломали. Спасибо, Нина Ивановна, за сигнал. Антон, возьмете на контроль этот вопрос? Возьмем это обращение в работу. Тем более тема близка к сегодняшней нашей теме. Может быть, и была бы еще одна заявка, но вот, к сожалению, так сложилось. Мы завтра сразу же проведем работу по этому обращению. Выясним, кто благоустроил. Я просто не понял, сейчас это жители благоустроили? Я так понимаю, что да. В любом случае, мы обратимся либо в управляющую организацию, либо это городские службы, чтобы помочь. Кстати говоря, Нина Ивановна, в общем-то, немножечко предопределила мой вопрос. Возникает ли вопрос сохранности тех проектов, которые поданы на участие в конкурсе? Нередко в сети появляется информация. Вот буквально вчера в соцсетях была фотография женщины, которая ходила и просто клумбы обрывала в Одинцово и, говорят, не реагировала на замечания. Да, я сегодня смотрела. Вот есть такие сложности? Или пока удается все сохранить? Ну, по заявкам вот этим, я не знаю, люди не описывают этого, но по моему опыту благоустройства дворов, то есть в основном, в основном, конечно, какой-то вандализм присутствует всегда, но в основном, когда жители это делали сами, то есть жители дома, то это чаще всего какие-то проходящие мимо, потому что свои же жители чаще всего даже защищают то, что они делали. Да, ну, бывает, что обрывают, конечно, бывало и тюльпаны вырывают, но это, наверное, дети в прошлом году розы оборвали как-то у меня в палисаднике у соседей, вот, у меня как-то был круг возле подъезда, чтобы не подъезжали машины, я там всегда весной высаживала, и маленькие дети, которые маленькие подходили, бывало, переезжают с работы, вырвали, мамочки не успели из этого круга, значит, цветами, но сейчас уже у нас поменяли асфальт, кругов нет, цветов нет, искушений нет. Все за заборчиками, у нас все за заборчиками, хотя городили от собак и от кошек вообще-то, а не от детей, да. Ну, в общем-то, получилось все равно неплохо, так, наверное, клумбы будут целее от детей, от собак и от кошек, еще и от машин, слабоко автомобили туда не заедут. Значит, конкурсные работы будут оценивать члены общественной палаты, правильно? А приз зрительских симпатий, эта номинация каким образом будет оценена? На самом деле нам будет очень тяжело оценить эти работы, потому что я вот сейчас уже смотрю на поданные заявки, все заявки, конечно, достойны внимания, какие-то работы сильнее, какие-то, может, более слабые, вот, но у них все впереди, потому что даже по опыту своему и по опыту людей, которые пишут эти заявки, что, когда человек сделал благоустройство сам, вот, в какой-то момент вроде все хорошо получилось, а на следующий год все равно что-то доделывают, потому что всегда чего-то мало, потому что, ну, когда человек делает сам, всегда он какие-то себе задачи ставит выше, вот, поэтому, я думаю, все проекты будут развиваться и оценить мы должны все проекты. Я думаю, что каждый проект получит от нас какое-то внимание, публикацию в СМИ, грамоту, вот, но все же нам придется, конечно, выбрать лучшие проекты, которые мы отдадим на региональный конкурс. Оценить будет очень тяжело. Ну, а я хочу подчеркнуть, что лучшие работы будут выбраны беспристрастно и в знак того, что мы тоже работаем не предвзят, я предлагаю посмотреть вторую часть конкурсных работ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Разберемся» в центре нашего внимания конкурс по благоустройству «Мой двор, моя гордость». Сейчас мы посмотрели вторую половину конкурсных работ Елизаветы. Я так понимаю, что там есть знакомые вам, потому что вы живете где-то рядом в Великино. Расскажите о них, пожалуйста. Ну, что рассказывать. У нас в Великино, наверное, вот с пятого дома началась эта эпопея с клумбами. Сейчас уже потом возле девятого дома у нас почти везде тоже клумбы. Вот в этом году смотрю еще там с двух сторон. Ну, в общем, сейчас уже практически возле каждого дома у нас цветы. У нас там семь домов в нашей деревне Великино. Не так много. Вот остальной частный сектор, дачи. И поэтому вот с каждым годом прибавляется, прибавляется. И так это глаз очень радует и приятно проходить. Ну, кусты и сирени – это все понятно. Мы сажали сами деревья. Мы когда заселились в дом, ничего не было. Были только голубые ели, посаженные строителями. Все мы сажали сами, переносили из леса. Не знали, что там будет. Оказалось, где-то черемуха, где-то клён, где-то какая-то осинка, которая вроде бы и не нужна, но уже выросли деревья. Поэтому деревья сейчас уже почти размером с домом за 22 года. Ну, вот вообще-то зелень все облагоустраивали жители. Ну, а сейчас продолжается, конечно, когда акции идут по саде дерева весной и осенью. Мы где-то там досаживаем, где пропадает что-то. Поэтому жители, конечно, у нас в нашем доме очень дружные. Мы знаем всех, замечания делаем детям. И вообще-то, в принципе, и не мусора, ничего такого у нас нет. И это очень отрадно. Мы также увидели, мне кажется, несколько проектов, которые подходят под номинацию «Очемелые ручки». Антон, из чего, как правило, делают малоархитектурные формы для этой номинации? Я так понимаю, используют пластиковые бутылки от питьевой воды, шины и какие-то бетонные. От колес вот эти еще эти, да. Ну, шины, шины. Нет, еще какие-то внутри, как их называют? Диски. Диски, да, да. Из дисков. Но в основном, да, шины и пластиковые бутылки. На самом деле, вот, по некоторым изделиям мы и не узнали. Ну, по зайцу сложно было догадаться, в общем-то. Если только присматриваться, можно понять, что он сделан из шин. 30 августа завершится муниципальный этап. Чем он завершится? Будет ли церемония награждения победителей муниципального этапа? Да, мы всех наградим участников, которые победят в номинациях. Вот, будут они отмечены грамотой, будут публикации в СМИ. Вот, по уставу конкурса именно, ну, такие у нас награждения. Но мы их с комиссией еще посмотрим. Может быть, мы какой-то сюрприз подготовим для жителей. Вот, а основное, конечно, основное награждение для победителей муниципального конкурса, будет, если они пройдут региональные этапы. И, в принципе, в основном наша задача – это именно отобрать лучшие проекты для регионального этапа. Когда он будет проходить, региональный этап, и чем завершится? Мы должны подать заявки на региональный этап победителей уже до 1 сентября, 30 августа. С 1 сентября они будут уже рассматриваться комиссией по ЖКХ Московской области, Общественной палаты Московской области. И он завершится до 1 октября. Они определяют лучшие работы по Московской области. А что же получат победители уже регионального этапа? За что борются? Здесь секрет. Я только знаю, что их пригласят в Дом правительства Московской области, и будет награждение происходить. Антон, у нас есть буквально 30 секунд, чтобы напомнить телезрителям о том, до какого числа они еще могут успеть подать заявку на участие, и каким образом они могут это сделать. До 5 августа, до воскресенья включительно, любой житель, либо ТСЖ, либо инициативная группа, могут подать заявку на участие в конкурсе, написав на почтовый ящик 1-двор-собака-майл.ру, и написать координаты двора, фамилии и имя заявителя, телефон, и приложить 5 фотографий своего благоустройства. И краткое описание. И краткое описание. И обязательно, я так понимаю, обозначить процесс, как это все происходило. Да, потому что мы, в принципе, будем оценивать, когда нам интересно, как это именно происходило, из чего это сделано, кто делал. То есть это, в принципе, уже даже додумка нашей комиссии, чтобы были вот эти описания. Спасибо большое, телезрители, дорогие, не теряйте время. Еще есть несколько дней, чтобы заявить о своем участии в конкурсе «Мой двор», «Моя гордость», «Любой труд» должен быть вознагражден. Правильно? Пусть это диплом, пусть это грамота, все равно это дорогого стоит. Так что не теряйте время, поддавайте свои заявки. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Продолжение следует...